Каковы общие расходы на маркетинг и источники их оплаты? Чистые расходы на маркетинг уходят примерно на 20% скамбаркетинг. На сегодня у нас 16% – это максимальный уровень лидера, но он возможен до 17%, плюс премии. Да, процент на премии выходит, как сказать, инвестиции рядом, траты на эти премии. Они, так сказать, более правильные, потому что у нас есть необходимость строить равномерную структуру. То есть проценты на премии, они оптимизированы из-за маркетингового оборота, который нужен для закрытия премий. Комиссия на входе и комиссия за обслуживание. И комиссия за досрочный вывод. Плюс мы имеем комиссию для входа, для положения депозита, и комиссию для служения депозита. И мы имеем комиссию для премийной экстракции или взрослой от фондов. У меня три типа комиссии. Первый – когда вы начали, когда вы начали депозит. После этого – сервис, 1-year сервис. А другой – если вы хотите депозит за третий месяц. Если вы хотите отдохнуть депозит earlier, то это будет плент. Это сервис-пайменты. Это сервис-пайменты. Это сервис-пайменты. Я могу сказать это. Это сервис-пайменты. Когда вы получаете депозит. Если я не так, 5%. 5%. 5%. Вы получаете сай Jiτ versión и вверх. Поэтому, кстати, вам нужно депозит и соответствуетtoire и другие. Я получаю з—пацаны зар EstING 없. Вы получаете Price You 목 zaj. Эта дверь фейер. Запустите з� и других. У вас нет денег договора. Вoi Auftrag случай. Ваш тions際 не opportun, Итого получается 20% расходы на марки нечистые и выплачиваются они за счет того, что компания зарабатывает свою комиссию на торговле, свое распределение прибыли. Примерно. Почему мы создаем Optimal, почему мы создаем Pro? Потому что компания зарабатывает 3-4% в год, она хочет зарабатывать больше. Потому что компания зарабатывает налог weekly and 30% causes процесса. Вопросы касательно бонусов с пулов Pro и Optimal сказать, что они будут по завершению теста. Следующая вопроса касается бонусов с пулов Pro и Optimal. Я бы хотел сказать, что эти бонусы будут по завершению теста. Это, соответственно, маркетинговая нагрузка не ложится, в связи с этим они будут выплачены после того, как они вступят в полную силу в это направление. Я бы хотел сказать, что мы решили сделать это, потому что все вещи и сетки, которые были выполнены, они были выполнены из-за того, что может быть в один месяц. Это может быть в негативе, поэтому некоторые люди бы хотят снижать их деньги. И не чтобы создать нагрузку на маркетинге и все другие вещи. Следующий вопрос касательно банковской карты. Будет ли работать в Индии? В Индии у нас необходимо будет пройти паспортизацию. То есть это как создание местного... Когда у вас есть уже лицензия, нужно эту лицензию подтвердить в Индии. И да, будет работать в Индии в том числе. У нас есть планы на этот рынок и на развитие бизнеса в этом регионе. Таким образом, у нас есть планы на рынок и на развитие бизнеса в Индии. Мы должны идти к проверке лисензии. Таким образом, для того, чтобы работать в Индии, мы должны проверить паспортизацию. И чтобы проверить лисензию в Индии. И тогда, после этого, это будет работать. Я не имею в твиттер-канту. Когда мы не сможем получить паспортизацию в Индии, мы должны получить паспортизацию. Когда мы сделаем паспортизацию, то, как тысячи людей, мы должны прийти. Это проявление в Индии. Таким образом, мы начнем с паспортизации в Индии. И мы должны получить паспортизацию. Может быть, лучше сделать паспортизацию, но не один. Как два, три, четыре. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Никто не может в будущем предсказать То есть все, что можно от себя сделать, это сделать хорошую экономику Снять нагрузки и обеспечить ликвидность Сделать так, чтобы S&P рост цене можем только мы вместе, а с нашей стороны мы его не выпускаем, то есть у него есть ограниченная уже выпущенная эмиссия, теперь нужно обеспечить его ликвидность, чтобы было больше и больше. Людей, которым он нужен, плюс будет запущено сжигание за счет комиссионных цисловод. Мы запустили майнинг, где с помощью S&P вы можете майнить другие криптовалюты, что также должно положительно влиять на его цену. Также мы запустили майнинг, где мы собираемся майнить другие криптовалюты, которые влияют на его цену, чтобы влиять на его цену. В это время мы планируем нашу компанию для этого года, мы launch sales в нашей направлении, в нашей направлении, в нашей направлении. В нашей направлении мы начнем с коннабис, и мы начнем с производства, производства и обеспечения, в направлении. directions so i think they will start work like in september october like that it's about medical cannabis and we will start sales i think in this month in this month you can trust status скажи что по поводу планов и на этот год по компании по направлению медицинского каннабиса где-то в сентябре-октябре стартуют полноценные запуски по выращиванию и по экстракции это два направления по медканабису и в июне стартуют уже продажи нашей продукции собственно в ноябре в июне уже в этом месяце hey um let's speak about the year the annual plan for the company we will divide it into couple of sections and first one about medical cannabis in september october um we planned to grow and to do the extraction and uh someone in june июне этого года или юни следующего года это уже прям сейчас yeah and that's why that's why in june this year uh we are planning to sell the first product this year we start direct a real estate direction and we will be um developing constructing and building the real estate this year yeah we are starting the real estate direction okay 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 and this means that we will be constructing developing and building buildings or real estate on bali in the arabic emirates and montenegro uh these objects would be uh on bali uh united arabic emirates and montenegro and montenegro and we also uh continue working on foreign direction that's why you know we you launched the forex optimal and forex pro в ближайшее время мы планируем добавить copy trading чтобы люди могли копировать сделки за успешными там торговцами и на этом зарабатывать и возможность устанавливать торговую технологию которая вместо тебя торгует и зарабатывает тебе okay good so about the about our exchange cryptocurrency exchange we are planning to install function of copy trading where people will be able to copy the trading practices of uh successful traders and also uh to install the helpers uh automatic helpers or uh people with uh kind of robots which will give um uh the uh which will give the possibility to do everything automatically uh okay in the nearest couple of weeks we are planning there's ability to um deposit the money through the uh fiat systems um and p2p this means you can use your credit cards for the replenishment balance of the cryptocurrency exchange and also you can do it between your friends and other people in your country today so you can uh you will use your p2p platform on the exchange and you can send someone крипто and then someone will send transfer to your card to your card it means that they могут выполнять баланс своей карты или или они могут обмениваться между собой а не делать операции между собой то есть кто-то скинул на карточку скинул либо сделал банк-трансфер тот второму отправил крипту через платформу как платформу гарант basically basically speaking you will be able you will be able to replenish your balances um and also to use the sending the possibility to send the money um fiat money to somebody else's account uh and that person would be able to send to your account cryptocurrency and in this case our currency exchange would be like a guarantee for these transactions like no like i throw external service more guarantee sorry more guarantee у него у него у него очень часто техническая работа да да причем производится сейчас технические рометри что добавляем большое количество функционала и оно добавляется они хотят все быстрее мы делаем все быстрее из-за этого быстро добавляется функционал на и и хватает времени чтобы все хорошо тестировать из-за того что они же требуются делать быстрее но мы сейчас работаем базовые функции и следующих там период 3-6 месяца будем заниматься стабилизацией чтобы технической работы больше не было в принципе speaking as users or partners who want everything to be faster and faster and faster and faster the number of function is increasing higher and higher and higher we're trying to make it as fast as possible but we don't have time uh to test everything properly that's why sometimes we have more often the technical uh technical um works um due to demand uh which uh exists and i think right now we will finish complete all what is uh plan for development and then uh during the next three six months we will from three to six months uh we will do the um you know uh uh kind of we would optimize a technical servicing uh process как только они сделают большое хорошее мероприятие закроют статус я приеду только они приглашат и сделать большое мероприятие about the visit to india he is ready to visit india at once you create big enough event and after that please he is ready to come я уже на вопросах на все ответил они все повторяются скажите им всем большое спасибо и что все вопросы которые они сейчас сейчас чате последний вопрос я не хочет все ответил они могут пересмотреть запись и услышать ответы на свой вопрос потому что я уже ответил на вопрос прайсы и про их бонусы про визит в индию то есть это же что все отвечал про гвели парк ли и а в чат мы хэм а вот он не пешенцы мучь а вы петит basically i have already answered to all of these questions and about swp about my visit to india and about рецензию каждый год, я уже ответил. Человек спрашивает сейф или его капитал про иноптимал. Его капитал находится в инструменте выставки рисковой торговли. То есть там зарабатываются деньги, но проектами там есть риски. Я не знаю, как ему ответить на этот вопрос, сейф или не сейф. Он говорит, что доберем ли мы его деньги? Нет. Если есть там возможность их получить убыток, то есть, что он имеет в том. Я не знаю, что человек задавал эту вопрос, если он вложил деньги, ассетты в Кро, или другие вещи. Я не знаю, что вы ответите на такой вопрос, потому что вы должны понимать, что свои ассетты стоят на высокого риска. И если вы спросите, если мы собираемся взять вашу деньги, то нет. Если мы собираемся получать лошадь в торговле, то нет. Давайте представим, что если у нас риски 15%, условно говоря, условно, 15% у нас риски на обычном маркете, то 30% это может быть на оптимал, и 45% это может быть на про. Но эти проценты, на самом деле, немного выше, и не пропорциональны. То есть, даже и так, эти проценты 15% может быть на обычном, то проценты 33% может быть где-то примерно на оптимал, и процентов 55% может быть на про, условно говоря, примерно так, рисков. Но это не четкие цифры. То есть, их тяжело сказать и тяжело написать по поводу этих рисков. Это просто для того, чтобы они понимали. Если они понимают, что там риски 2 раза больше, там 3 раза больше, то можно просто взять какие-то относительные цифры и на них привести пример. Но они немножко по-другому работают. То есть, в плане рисков. То есть, чем больше используется сумма, тем больше растут риски. То есть, когда мы говорим о рисках и как они они имеют, это сложно сказать, потому что риск на 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 риск. Сума, что большее риск на риск. Но для того, чтобы вы это сделаете, то, чтобы сделать это легче, скажем, если, в условиях форекс, мы имеем 15% approximately, 15% риск. В оптимал, мы имеем 33% плюс-минус, что не точно точно точно. И в про, мы имеем 55% риск на риск. Более. Продолжение следует...